5 минут до чемпионства Ювентуса в Италии. 0-0 Рома Наполи. 88-я минута идет, ну плюс то, что добавлено. 0-0 Газовикская энергия. 2-1 Томь выигрывает у Сокола. Победный мяч на счету Никиты Баженова. Больше события. Да, безусловно. 100% футбола. Спорт-ФМ. Нобеля Рустамян, Дмитрий Дерунец, Александр Бубнов, как всегда, вместе с нами по понедельникам. И, кстати, хочу сразу проанонсировать, что следующие два понедельника у нас выходных. Но Александр Викторович нас не бросит. Немножко изменится время выхода в эфир, но мы с Александром Бубновым и 2-го и 9-го мая встречаться с вами. Сразу же вопрос к Александру Викторовичу. Может ли Ростов победить Баварию? Васин. Васин, интересно. Нет? Во сне. Во сне. Потому что, ты же вспомнишь, кто с Баварией закрылся? Ювентус. Ювентус. И чем это закончилось? Ювентус вил 2-0. Нобель, можешь сравнить? Тогда встречный вопрос тебе. Расты мне такой вопрос. Сравни, пожалуйста, Ростов с Ювентусом. Ну смотри, схема одна. В обороне. Нет. Нет, нет, нет. Ювентус по-другому играет. Он играет и с тремя, и с четырьмя защитниками. По-разному. Можно, можно Ростов сравнить с Ювентусом. Нельзя, правильно? Нет. Вот. А ты видела, что Бавария сделала с Ювентусом? Ну она мучилась очень долго. Я не могу. Я не могу. Келине, Борцали, Бонуччи, Навас, Баштуш, Новосельцев. Оооо, Рома забивает. Это что? Да я уж думал, Тоти. Нет, на Инголан. На Инголан на 89-й минуте. Это уже точно, да? Да, Ювентус чемпион. Чемпион. Ювентус чемпион, и более того, обостреется борьба за вторую путевку. Прямую путевку. Да, прямую путевку Лигу Чемпионов, если Рома выигрывает. И вы посмотрите, Тоти вышел в концовке. И сделал одну из решающих передач в этой комбинации. Смотрите, Тоти получил мяч. Хитро, очень хитро закинул его за спину защитником. Наполи далее была... Перепасовка такая, очень какая-то свободная, прямо скажем, в чужой штрафной площади. И удар Раджи на Инголана. 1-0, Рома выигрывает у Наполи. И вот какая борьба вверху турнирной таблицы-то будет. Да, за второе место. Шикарно, абсолютно. Ну, какой удар на Инголан, а? Молодец. Александр Ильич, давайте, что все-таки по Ростову-то в итоге. Ну, вот смотрите, Джанаев не пропускает в этом году вообще. Защита работает как часы. Травм тут, фу, нет. Осталось 5 туров. Ну что? Нобель, вернее, Дим и Нобель тоже, да? Так, это не в обиду Ростову будет сказано, да? Ростов все дисциплинированно играет. И на это, кстати, когда Бердыева спрашивает, за счет чего вы выигрываете. Он говорит, за счет дисциплины, за счет самоотдачи. Вот такие называют основные критерии, да? Ну, Нобель, ну так, если по-честному, да? Когда ЦСКА не может забить, не имеет никакого момента. Ну, почти моментов не имеет, да? Когда Спартак почти не имеет моментов, да? Когда Зенит почти не имеет моментов, это о чем говорит? Играя, играя с дисциплинированной обороной. Скажем, не супер обороной, а с дисциплинированной обороной. Это говорит о том, что у российских команд, у большинства, с позиционной атакой беда. Большие проблемы. Да, большие проблемы. Вот что, то же самое, то же самое и у сборной России. Вот, но в клубах-то больше легионеров, казалось бы, да? Да, здесь легче, можно вопросы решать. Тем не менее, тем не менее, всех, кто сталкивается с организованной обороной, пожалуйста, ЦСКА сталкивается с локомотивом и чуть ли не горит, правильно? Вот, вот, вот это первый вывод, вывод по выступлениям Ростова, вот какой. Сердар Азмунов тут тут же армейцам предлагают купить, продать Мусу за 20 и купить Азмуну за 5. Ну, ты знаешь, есть логика, скажем так, в таких вот предположениях? Ну, во-первых, Азмун, он помоложе, да? Помоложе. Про Мусу говорят? Да, 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 да. Ну, так они, в общем, одного возраста, плюс-минус. Я вот здесь слышал мнение одного агента, он по поводу Мусы сказал, а Муса сейчас уйдется в английскую премьер-лигу, да? Что Муса ярко смотрится здесь в чемпионате России, играя в нападении, правильно? Вот, там в английской премьер-лиге он в нападении играть не будет, потому что его там затопчут сразу, да? А играя Хавбека, он и в ЦСКА, знаешь, как не всегда выделяется, да, и не такой яркий. Поэтому, знаешь как, для него это испытание будет большое. Что касается Азмуна, то Азмун, в общем-то, знаешь как, я бы так сказал, он технически лучше оснащен, чем Муса. И скорость у него неплохая. Ну, вообще, говорят специалисты, что у Азмуна есть очень серьезные перспективы и в европейском футболе, если он там поедет. Да, потому что... Вы согласны? Да, он более, он более универсальный игрок, и самое главное, он технически оснащен лучше и достаточно забивной. Хотя, хотя мы с тобой видели, да, с Кубани, какие он голы не забил. Да. Да, ну, понятное дело, что у всех бывают ошибки, да? И у Пеле даже были. Но он моложе, он моложе Мусы, поэтому он более перспективный. Уже приятно, что Азмуна где-то странили с Пеле. Да, я думаю, что он этот момент запомнил в своей жизни. Нет, Нобель, я к тебе к тому, и мы тоже видели, что Пеле тоже не забивал, знаешь как. Не очень я понимаю, почему до сих пор шампанское нету в студии. Нобель с победой, Ювентус чемпион в очередной раз. Спасибо большое, 5 раз подряд выиграл Ювентус, повторив успех еще Ювентуса до военного, когда Ювентус один раз также выиграл 5 титулов подряд. Да, и Наполи в этом чемпионате такой шанс упустил. Да, Наполи мог ситуацию исправить, но я, кстати говоря, честно, сам не ожидал, когда, помнишь, мы с тобой много дискутировали по осени, я не верил, что Ювентус выиграет чемпионат Али, потому что настолько был ужасный старт. Ну, не что же старт, я просто вам сообщу, что Ювентус в первых 10 турах выиграл 3 раза. Да, это был кошмар, и все тогда это обсуждали, но обошлось. И вот теперь Наполи проигрывает Роме. Обошлось, сейчас обошлось, чемпионат выиграли. Ну, обошлось, обошлось, действительно. Наполи 73 очка сейчас, Рома 71 балл, и борьба за 3 тура до конца, за вторую путевку будет, конечно, классной. Много поздравлений Нобелю, Газовик Каренбургский, мы не можем поздравить его с выходом в российскую футбольную премьер-лигу, Томи выиграл, Газовик сыграл ничью, немножко отставание сократилось, но следим за ФНЛ, продолжаем в том числе. Огромное количество ваших сообщений здесь, конечно, по разным абсолютно поводам футбольным. Буквально на 30 секунд. Ладыгин, Александр Ильич, ну вот Ладыгин, опять третий мяч. Ну, здесь, знаешь, как по второму мячу там можно предъявить претензии, потому что он открыл дальний угол, и Азмун там щекой исполнял, правильно? Вот, по-первыхому никаких претензий. Вот только по третьему мячу, но там настолько сильный удар был. С близкого? Нет, над ним. Над ним. Он не успел руки поднять. Он чуть-чуть, он коснулся чуть-чуть мяча, но там вот так вот забиваются мячи в ближний угол. Когда выходишь, и часто бразильцы вот так со всей силой, когда бьешь, там вратарь просто не успевает среагировать. Вот, поэтому сказать, что он там какие-то не выручил, я бы не говорил. Тем более при счете 2-0. Продолжим, продолжим после новостей.